Всем привет! Вы на канале ТОП АРМИЯ. Россия добилась неожиданного эффекта своей нефтяной стратегии, но Евросоюз публично боится это признать. Как отмечают авторы издания NAKE ASIA, сначала санкции международной рынки нефти сотрясли масштабные изменения. Страны Запада наложили на Россию санкции и отказались от российской нефти, чтобы лишить Москву источника дохода. В ответ на это Российская Федерация стала искать новых покупателей, одним из которых стала Индия. Страна резко нарастила закупки сырой нефти. Это вызвало крайнее неодобрение западных держав, поскольку Индия также является председателем G20, отказывается осуждать Россию и при этом развивает с ней торговлю. Однако эта торговля дала неожиданный для Евросоюза результат, который в Европе откажутся признать публично. Дело в том, что Россия стала в Индии крупнейшим поставщиком сырой нефти. Только за мая было доставлено почти 2 миллиона баррелей. Конечно, это бьет по тому нефтяному эмбарго, который приняли в Евросоюзе, поскольку Россия продолжает зарабатывать деньги. Однако эти поставки в Индию внезапно помогли европейским странам, пишут эксперты. Как оказалось, индийские компании начали покупать дешевую российскую нефть, отказываясь от старых поставщиков Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ. Поставки из этих стран снизились с 53% до 47%. Это стало спасением для Европы, которая сама себя лишила поставок нефти. В то время как Индия резко увеличила импорт из России, ее закупки у других крупных поставщиков сократились, высвободив больше нефти для стран Европы и других стран. Фактически в 2022 году финансовом году импорт Индии из 6 из 10 крупнейших поставщиков сократился в том числе на 49% из Нигерии, на 24% из США, на 18% из Кувейта и на 10% из Ирака. Эти страны, по-видимому, увеличили экспорт в другие страны, кроме Индии, включая членов G7 и Евросоюза, говорится в издании. Аналитики также констатируют, огромные поставки российской нефти позволили Индии фактически спасти мировую экономику от страшного нефтяного дефицита. При этом страна также является крупным производителем нефтепродуктов, которые теперь производятся из российского сырья. Ни G7, ни Евросоюз не могут публично признать вклад Индии в стабильность цен, поскольку нефть в Индию продает Россия. Но нельзя отрицать, что страна сыграла жизненно важную роль в предотвращении глобального экономического кризиса, пишет издание Neki Asia. А что по этому поводу думают зрители канала Топ Армии? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Также не забудьте поставить свой царский лайк этому видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока. Кстати, не забывайте подписываться на наши телеграм-каналы. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.